Дело государственной важности. 70-летие отмечает Ивановский 733-й Центральный ремонтный завод средств связи, филиал воен-телекома. Предприятие выполняет заказ Министерства обороны. За 70 лет завод прошел путь от узкоспециализированной ремонтной мастерской до завода с широкой номенклатурой и довольно серьезным масштабом деятельности. При этом несколько раз менял место расположения. Сначала это был поселок в Горьковской области, затем город Москва, город Кимры и, наконец, в 61-м году город Иваново. Предприятие занимается ремонтом и сервисным обслуживанием военной техники связи. Этот цех, по сути, создан для демонтажа. Специалисты кропотливо изучают поломку и стараются в максимально короткие сроки больного реанимировать. В среднем на ремонт уходит 45 суток, хотя контракт позволяет работать до 180 дней. Наша задача не только восстановить его техническое состояние, но еще и внешний вид, чтобы солдатам, военным, было комфортно находиться внутри и обслуживать эти изделия, чтобы психически они не страдали от внешнего вида. Вот это наша главная задача. Ну и, само собой, разумеется, надежность этих изделий, потому что обрыв связи в нужный момент – это уже ЧП. Начинка больших и грозных автомобилей попадает в радиотехнический цех. Лучшему мам завода зачастую приходится как следует поломать голову, чтобы техника снова вернулась в армию. Леонид Колычев работает на заводе уже 35 лет. Его цех занимается ремонтом тропосферных и спутниковых станций. Свой кропотливый труд он называет творческим и до сих пор удивляется, насколько сильно наука шагнула вперед. Если представить, раньше мы ремонтировали, меняли, допустим, конденсаторы, транзисторы, то на сегодняшний день уже идет чисто замена микросхем и каких-то модулей уже. То есть сжатие техники произошло приблизительно в 10 раз. То есть это, если представить в объеме, то есть большие станции, то сейчас они размещаются в одном небольшом болотке. И выполняют те же функции, что и раньше. Плюс еще добавляется к ним задача. Таких старожилов и профессионалов своего дела на заводе работает более 30 человек. Есть и молодые кадры. Юбилей предприятия отметили в пятницу. В филармонии все желающие могли поздравить руководство и сотрудников с солидной датой. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванов.